Мистер Хаммерсмит, мистер Мальтус, Мальтия. Просветите новичка насчет условий игры, ну и... Ах, игры! Ах, игры! В этот прелестный клуб я уже хожу два года. Ах, вот как? Я на особом положении. Я величина постоянная, хожу раз в месяц. Отсрочки, льготы. За особую плату, конечно. И потом везет. Меня, видите ли, не интересует конечная цель. Меня интересует сам процесс. Вот, вот, вот. А вот каковы правила? Ну, скажем, председатель, он что, тоже величина постоянная? Да, но он на особом положении. Я просто пользуюсь отсрочкой, он же в ней играет. Он просто тасует ководу и сдает карты. А потом предпринимает необходимые шаги. Он гений. Он великий артист в своем деле. Вы, наверное, помните нашумевший случай об отравлении в аптеке полгода назад. Так это не самое эффектное из его фантазии. Значит, тот несчастный в аптеке. Он жертва. Он был членом клуба. Значит, здесь не играют. Игра. Наоборот. Это самое азартнейшее из всех игр. Я испытал острейшее наслаждение. Хотя я испытал и все. Все без исключения. Вот что я вам скажу. Любовь не самая сильная из страстей. Страх. Вот. Сильнейшая человеческая страсть. Играете страхом. Если хотите получить острейшее наслаждение. А вам это удовольствие, я вижу, вполне доступно. Но как это все происходит? Вы упомянули карты. Это великолепно просто. По простоте это напоминает античность. В колоде 52 карты. Он сдает их каждому по одной, пока не выйдет у спик. Знак смерти. Да. А тот из членов клуба, кому выпадает устав, исполняет приговор. Вы хотите сказать, что члены клуба убивают друг друга? Конечно. И этим снимается вся тяжесть самоубийства. Но позвольте спросить. А вы-то зачем сюда пришли, собственно, вечерок скоротать? Верно. Знал, куда шел. Ну что ж, поиграем. Кстати, вы тоже не производите впечатление человека, жаждущего смерти. Я жажду играть со смертью. А жить на этом свете мне еще не надоело. Как этим глупеньким сыном. Благодарю вас за разъяснение. Так. Так. Так.